Всем огромный привет! Меня зовут Софья. Добро пожаловать на канал про вино, без кино и домино. Мы с вами разобрались с самой длинной рекой Франции Луарой и переходим к следующей реке, которая называется Рона. Вообще Рона в женском роде река называется только в русском языке. Во всех остальных языках и естественно во французском река носит название Рон, то есть в мужском роде. Да, Рон как из Гарри Поттера, мужское имя. Не знаю почему так случилось в русском языке, но факт остается фактом. В районе города Леон мужественный Рон встречает женственную сону. И как и в любых отношениях сначала течение очень бурное, пока река течет по гористой местности, по северной части долины. Но затем две реки притираются и уже по равнинной местности река течет очень спокойно, плавно и медленно. Вообще долина реки Роны делится на два участка. Это северная Рона, гористая часть местности и южная Рона это более пологая, спокойная, тихая часть долины. Река сама впадает в Средиземное море и регион делится на две части, так как там два различных климата. В северной части это все-таки более холодный, более континентальный климат. Там меньше дождей, но более сильные ветры. А в южной части это уже более мягкий, теплый, средиземноморский климат. Однако там гораздо больше дождей, но и Мистраль не такой сильный. Кстати, про Мистраль. Отличительная особенность этого региона это очень сильный ветер, который называют Мистраль. Настолько сильный, что где-то в феврале-марте, если он дует и вы находитесь на улице, то такой ветер может сбить вас с ног. Кстати, это влияет и на виноделие виноградерства. Лозы не привязывают к шпалерам или к проволокам. Их каждую отдельно привязывают к колушку, чтобы ветер сильный не сломал саму виноградную лозу. Сами лозы обрезают на высоте одного метра от земли. И вот этот сильный ветер, он с одной стороны это конечно большая беда, но с другой стороны он настолько хорошо высушивает лозы, что на них никогда не образуется грибок или какие-то другие вредители от именно повышенной влажности. А влаги лозам хватает, так как они своими корнями уходят очень глубоко. И конечно же могут добыть себе воду. Кстати, про почву. На севере региона это гранит, конечно же, естественно, раз там горы. Но за долгие годы он достаточно треснувший, и вот в эти трещины попадает и песок, и глина. И в том числе и корни прорастают туда, находят там влагу и питание себе. В южной же части роны очень часто встречается глина и сверху галька. Галька за день набирает в себя тепло, а ночью отдает лозам. Поэтому заморозки им не очень страшны. Также северная и южная рона отличаются по объему производства. В северной роне делают всего 10% вин долины роны. Остальные 90% делают в южной части. Объединяет их то, что в основном вина, которые происходят, это красные вина. В северной роне чаще всего используют сорт винограда сера, а в южной части в основном используют сорт винограда гренаж. Вино в долине роны делали еще при галах. Но с установлением Римской империи на этой территории, это был примерно 125-й годы нашей эры, виноделие здесь стало очень сильно серьезно развиваться. Здесь были основаны новые города, например, Вьен, и перепаханы многие земли. В том числе были построены террасы, которые до сих пор используются в северной роне. Террасы, которые укрепляли почву на виноградниках. Что это значит? Это означает, что римляне строили такие небольшие стенки, которые подпирали почву на склоне холма. Такие террасы сейчас можно увидеть в Котрати или в Эрмитаже. Они существуют еще с римских времен. И римляне перепахали много почвы, построили террасы, и вообще развели виноделие в долине роны до такой степени, что они стали соревноваться с винами Италии на тот момент. Но с распадом Римской империи к винам роны потерялся интерес. И вплоть до 1980-х годов, пока Роберт Паркер их не популяризировал, вины роны популярностью не пользовались, считались достаточно неинтересными и были очень дешевы. Но вот с приходом популярности к этим винам очень стало интересно в них разбираться. Стали появляться новые производители, новые виноградники. И в общем-то, вины из долины роны стали очень интересными, особенно за счет тех сортов винограда, которые там произрастают, и тех типов вин, которые там делают. Но давайте разбираться по порядку. Сначала мы разберем северную, затем южную рону. Исторически сложившийся факт, что по всей долине роны разрешено огромное количество сортов винограда. Это исходит из того, что раньше все сорта садили в перемешку. Да, сейчас это запрещено. То есть для каждого сорта винограда нужно выделять отдельный участок земли, но старые виноградники не выкорчевывают. Соответственно, растущие там в перемешку разные сорта винограда так и собирают все вместе и винифицируют все вместе и, соответственно, получают вина, состоящие из 13-18 сортов винограда. Но это случается достаточно редко. Сейчас идет тенденция к моносортовым винам в Кодероне, либо использовать, допустим, несколько сортов винограда, там 3-4 и так далее. В северной роне самый распространенный сорт винограда это сера. Но чистый сера стали делать не так уж и давно. До 1980-х годов к этому сорту винограда не относились очень серьезно. Он не был распространен по всему миру. И, кстати, название сера считается, что происходит с восточного города Ширас. Хотя есть вторая версия, что это местный автотонный сорт винограда, который произошел из дикого винограда. Пока неизвестно. Но отдельно 100% сера до 1980-х годов, до прихода популярности к винам долины Роны не делали. И зачастую вина из красного сера разбавляли винами из белого сорта винограда, который называется Вианье. Итак, основные сорта винограда в северной роне это сера и белые сорта винограда это Вианье, Марсан и Русан. В северной части долины Роны самый базовый апеллосион это Кодерон. Более высокие, престижные, популярные субрегионы мы сейчас с вами разберем. Первое, что будем разбирать, это Эрмитаж. Существует легенда, что после крестового похода в 12 веке в эти места вернулся рецель Андри Гаспар де Стримберг. Он был настолько потрясен ужасами войны и похода, что решил уединиться. И на отдельном холме построил себе скит, который называется приют от Шейдника, то есть Эрмитаж. И как сейчас называется этот холм и этот субрегион. Также он построил себе часовню Ла Шапель, которая тоже сейчас часто используется в названиях вин. И также мы не говорили бы сейчас про этого рыцаря, если бы он не занимался виноделием. Он выкорчевал кустарники с холма и посадил там лозы. Сейчас площадь этого виноградника составляет примерно 140 гектар. 110 отведены под красный сорт винограда Сера и 30 отведены под белые сорта. Это Марсан и Русан. Сам холм принадлежит нескольким виноделам и также кооперативу Тена. Также виноградник Эрмитаж разделен на клема. Это понятие здесь также используется, так же как и в Бургундии. Но очень редко делают вина с отдельных клемах, хотя это становится все больше популярным. Чаще всего вина с разных клемах смешивают, но также можно найти и вина с отдельных маленьких участков этого виноградника. Следующий интересный виноградник и соответственно апелласьон называется Кот Рати. Имеет южные склоны и поэтому название переводится как поджаренные склоны. Делится на два субсубрегиона. Это Кот Блонд и Кот Брюн. Тоже существует своя легенда, что один сеньор, у него было две дочери, Блондинка и Брюнетка, он решил их выдать замуж и разделил землю ему принадлежащую на две части. На Кот Блонд и Кот Брюн. И это деление не только условное, но оно и физическое. Там разные почвы. На Кот Брюн более глинистые, насыщенные оксидом железа почвы и там лучше конечно же растет сера. На Кот Блонд известняковые почвы и там конечно же лучше растет белый сорт винограда Вианье. В Кот Рати очень много производителей, но я упомяну самого культового. Его зовут Марсель Гигаль. Он вывел вина Долины Роны и в частности вина Кот Рати на новый уровень, на новый уровень вкуса, качества и технологии производства. И также он первым стал бутылировать вина с различных маленьких участков виноградников. И так появились его самые знаменитые три Ла-Ла-Ла. Ла Мулин, Ла Тюрк и Ла Лондон. Вины субрегионов Эрмитаж и Кот Рати очень популярны и достаточно мощные. Но не стоит забывать и об их соседях. Например, Сен-Жизеф. Это менее популярный, менее известный субрегион, но я бы не сказала, что он недостоин внимания. Там вина получается более мягкими, более женственными. И этот апелласьон до сих пор находится в разработке. Там сейчас строятся террасы, разбиваются виноградники. Я думаю, что в ближайшие 10-20 лет Сен-Жизеф станет таким же знаменитым, известным и популярным, как Эрмитаж. Вина из субрегиона Сен-Жизеф часто сравнивают с винами региона Кот Рати. А с Эрмитажем часто сравнивают другой субрегион. Он очень маленький, всего 100 гектар. Этот субрегион называется Карнас. И вина из этого региона еще более мощные, чем вина из Эрмитажа. Вина из Карнаса будут интересны только тем, кто любит мощные, пряные, тонинные вина, которые приносят в своем вкусе огромное количество специй и черного перца. Мы с вами поговорили про красные вина, северные роны. В основном их делают из сорта винограда Сера. Также добавляют Гренаж, Мурведер, Сен-Со и другие сорта винограда. Могут сделать чистый Сера, а могут и с Вианье, с белым сортом винограда. Белые же вина делают из сортов винограда Марсан и Русан. Часто эти сорта смешивают. Большую часть, примерно 60-70% в купаже составляет сорт винограда Марсан. И примерно 30-40% добавляют Русана. Марсан малокислотный, но очень ароматный сорт винограда. Русан в этот купаж добавляет кислотности и свежести. И получается такое очень ароматное вино с хорошей долей кислотности. Очень интересные такие вина. Редко делают чисто Марсан или Русан, хотя такие вина тоже стали появляться. И они тоже интересны для дегустации, естественно. Потому что всегда интересно попробовать именно моносортовое вино, чтобы узнать характеристики именно данного конкретного сорта винограда. Ну, то есть, если мы купим с вами Бордо, который состоит из Каберне Савиньон, Мерло, Каберне Франа и Пти Вердо. Да, мы с вами поймем, что вино хорошее, или там оно нам понравится и так далее. Но мы с вами и не поймем, а какой же сорт винограда, какие ароматы, вкусы принес. Так вот, чтобы попробовать вино с отдельного сорта винограда, это тоже интересно, но в данном конкретном случае найти трудно. Также белые вина делают сладкими, делают соломенные вина. Ну, это в лучшие годы, когда было жаркое лето, нет дождей рано осенью. И когда виноград хорошо созревает, делают соломенные вина. Я рассказывала, как делают сладкие вина. И вот соломенные вина, то есть, виноград раскладывают на соломенных матах, чтобы он потерял до 90% своей влаги. И из такого винограда делают сладкие вина, тоже вот в Северной Роне. Но отдельно стоящим белым вином в этом регионе нужно назвать кондриё. Делают его из 100% винограда вианье. Это белое сухое вино. Хотя раньше вина кондриё были не полусладкими, но в последнее время их делают сухими. Это вообще, в принципе, вектор всего развития виноделия, винопроизводства. И кондриё не стало исключением. Нужно сказать, что кондриё разрабатывается как апеллосион не так уж и давно. В 1970-х годах там было всего 10 гектар виноградников. И вообще производить вина в этом субрегионе было невыгодно, потому что они стоили очень дешево. Ну, мы с вами опять же вспоминаем, что вина вообще в Долине Роны не пользовались популярностью, спросом стоили дешево. И винами из кондриё занимались только энтузиасты дела. Популяризацией кондриё способствовали несколько человек, в том числе, например, Фернан Пуан. Это один из отцов современной высокой кухни. В послевоенные годы в своём ресторане, который находится в городе Вьен, который называется Ля Пирамид, он ставил кондриё на высокие позиции в винной карте. Также стоит упомянуть винодела Жоржа Верне, который не только стал разрабатывать этот апеллосион, но и привлёк огромные инвестиции для развития этого субрегиона. Кондриё любят за сложность аромата и вкуса. Сорт винограда Вианье приносит в него пряные, медовые ноты, ноты экзотических фруктов, как в аромат, так и во вкус. Однако, вина Кондриё отличается малокислотностью, поэтому долго не хранятся. Поэтому, покупая вино Кондриё, этого субрегиона, важно посмотреть на год урожая. И не только удачный был этот год или нет, но выбрать из удачных годов самое молодое вино, так как оно будет самым ароматным и вкусным. Нельзя сказать, что через 5 лет Кондриё испортится, станет уксусом, но оно потеряет свои ароматы и вкусы, и, возможно, приобретёт некоторые неприятные ароматы. Кондриё бывает как сухим, так и сладким. Это всегда белое вино. Но бывает сухим, а бывает делают сладкое вино из батритизированного винограда. Так вот, когда делают сладкие вина Кондриё, они вполне могут посоревноваться и со сладким шененбланом из Луары, и также с сатерном из Бордо, так как они тоже достаточно ароматные, сложные и прекрасно подходят к фуагра. В настоящий момент Кондриё – это такой субрегион, который разрабатывается. Там уже достаточно много виноградников. Но ещё в 70-х годах виноградников было всего 10 гектар. И три из них принадлежали одному шато – шато-грилет. Сейчас шато-грилет – это не только одно хозяйство, но это ещё и один апелласьон. Зона апелласьона совпадает с территорией одного замка и принадлежащих ему виноградников. Во Франции таких апелласьонов всего два. Это Романе-Кантия, о котором мы с вами уже говорили. И вот здесь, в долине Роны, в субрегионе Северная Рона, в субрегионе Кондриё, есть маленький анклав, который называется шато-грилет. Когда в 70-х годах было всего 10 гектар виноградников, три из них принадлежали шато-грилет. Так и сейчас и существует. У них всего три гектара виноградников. Но на тот момент, так как это был практически единственный производитель и точно единственный производитель, который делал очень качественные вина, за это им и дали отдельный апелласьон. И также шато-грилет отличает от остального Кондриё то, что в этих винах есть кислотность, присутствует она. Эти вина можно пить не только молодыми, но и уже выдержанными, в более зрелом возрасте. И за это эти вина и ценятся. И поэтому ценник у них гораздо выше, чем у Кондриё. Хотя люди, кто разбираются в винах, кто пробовал и шато-грилет, и Кондриё, считают, что, ну, наверное, уже нет смысла переплачивать, потому что в Кондриё появилось очень много замечательных, качественных производителей, и вина которых стоят гораздо дешевле, чем шато-грилет. На этом мы с вами с северной роной закончим и переходим к южной роне. Там тоже делают вина под общим апелласьонным названием Код Дюрон. Причем 95% вин с этим апелласьоном Код Дюрон делается именно в южной роне. В северной роне там немножко другая ситуация. Там, да, там есть отдельные территории, которые классифицированы именно как Код Дюрон. Но, если есть производитель, например, Жан-Люк Коломбо, который работает в Карнасе, он делает своё вино и понимает, что, допустим, в этом году был неудачный год, или какие-то случились другие неприятности, и он не может под более высоким апелласьоном выпустить вино, он может выпустить это же самое вино под апелласьоном Код Дюрон. Соответственно, из-за северной роны могут быть 100% сера под апелласьоном Код Дюрон. В Южной Роне есть такой субрегион, что у него в Дюпап, которому разрешены 13 сортов винограда. И, соответственно, человек, производитель, который производит что-то у него в Дюпап, но у него, допустим, опять же, случились какие-то неприятности, и он не может произвести под более высокие требования вино. Эти более высокие требования, это не значит, что он там что-то намутил, это именно был плохой год, были какие-то лишние осадки, либо ему пришлось там, допустим, не смог он сделать зеленую обрезку, была большая урожайность, ну, какие-то такие важные вещи, но, тем не менее, он сделал вино, оно хорошее, просто оно не подпадает под более высокую категорию, что у него в Дюпап. Он может вино деклассифицировать под Код Дюрон. То есть, покупая бутылку Код Дюрона, мы можем купить как один сера, так и бутылку, в которой 13 сортов винограда, и любой промежуточный из этого вариант. Зависит от того, какой производитель, какие вина он изначально делает. И да, есть производители классифицированные именно, что мы делаем только Код Дюрон и ничего выше, но есть производители, которые делают более высокие пелосьонные вина и деклассифицируют их в неудачные годы под Код Дюрон. Это разные вариации. И если в Северной Роне есть только Код Дюрон и дальше идут суборегиональные пелосьоны, то в Южной Роне есть Код Дюрон, Код Дюрон Виляш. Это отдельные деревушки, которые могут указывать не просто Код Дюрон, но и подпадая под более высокие требования, указывать Код Дюрон Виляш. И даже 16 деревень есть, которые могут указывать Код Дюрон Виляш и название своей деревни. То есть, это еще более высокие требования, еще более высокий пелосьон. Но давайте разберем отдельные пилосионные южные роны, которые для нас, как для покупателей, представляют интерес. Начнем мы, конечно же, с Шотанев-Дюпап. В начале XIV века Филипп IV Красивый поссорился с римским папой Бонифацием VIII. Суть в том, что французская церковь подчинялась римской церкви, то есть у них был один управляющий, римский папа, и все церковные подати, которые делали прихожане в французской церкви, все они принадлежали римской церкви и римскому папе. Так вот, Филипп IV Красивый на тот момент очень много воевал со всякими соседями, со всеми соседними странами, и на войну у него просто не хватало денег. И он решил вот эти подати французской церкви забрать себе. Пытался провозгласить светскую власть выше церковной власти. Естественно, римскому папе Бонифацио это не понравилось, и поэтому Филипп IV обвинил Бонифация в предательстве и приказал его арестовать и судить. Когда Бонифация арестовали и сопроводили в Париж, он получил пощечину, и так как он уже был престарелым человеком, то он не вынес позора и умер. После чего в 1304 году римским папой был избран француз по происхождению, который получил имя Климент V. Он был из Бордо, король, решил, что нового папу нужно держать поближе. Не в Риме, а в римских владениях во Франции. На тот момент Авеньон, город на юге Франции, а именно вдали Нероны, принадлежал именно римскому престолу. Это была территория римской церкви внутри территории Франции. Так вот, папа Климент V переезжает в Авеньон. Папа Климент V был родом из Бордо, там даже есть до сих пор шоток папа Климент. И когда он переехал в Авеньон, он тоже решил высадить виноградники. Это не значит, что до этого виноградников не было. Они были, но именно он привнес культуру виноделия, расширил виноградники, которые принадлежали римской церкви, и привнес именно качественный уровень виноделия. После чего сменилось несколько пап, были и очень жестокие папы. Например, был папа Иоанн XXII, который вместе с французским королем разрушил орден тамплиеров и отобрал у них земли, в том числе и рядом с Авеньоном, и расширил виноградники Шатанев-де-Пап. И также вот он, например, предал инквизиции монахов-францисканцев за то, что они на него нападали, что они живут в бедности, в аскецизме, а он владеет территориями, землями и богатствами. Он издал указ, что кристос и апостол владели имуществом, и им можно, а монахов-францисканцев подверг инквизиции. Последний папа покинул Шатанев-де-Пап в 1430 году. Резиденция римского папы в Авеньоне принесла в регион имена в развитие виноделия, после чего были воины, конечно, филоксера, но регион неумолимо развивался. Кстати, как свидетельствуют записи, до нашествия филоксеры в регионе было высажено 50 сортов винограда, и все их высаживали в перемешку. Ну, то есть, вот сколько сортов есть, вот я тут иду, сажаю, 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 сажаю. И так и делали вина. То есть, выходили, собирали весь виноград, весь его вместе давили, винифицировали, разливали по бутылкам, и весь процесс происходил, был купаж именно на винограднике, на стадии сбора, потому что весь виноград собирали одновременно, и все разные сорта. Соответственно, вот эта традиция, делая Шатанев-де-Пап из огромного количества сортов винограда, она идет историческая, его всегда так делали. Но после нашествия филоксеры очень многие сорта умерли, и так и не были возрождены. После принятия законов ИНАО, кстати, сама организация зародилась именно в Шатанев-де-Пап. Еще в 1894 году был создан синдикат производителей Шатанев-де-Пап со своими правилами, организациями и территорией имена Пелосьона. Их руководитель, имея влияние в Париже, продвинул через государственные органы власти законопроект о создании ИНАО, то есть Национального института контролируемых наименований. В 1929 году судом было признано создание Пелосьона Шатанев-де-Пап, а сам Пелосьон в рамках ИНАО был зарегистрирован в 1936 году. То есть по бумагам, да, Апелосьоны существовали уже на тот момент, и я говорила, что и в Долине Луары, и в Шампане объединялись в синдикаты производителей и боролись за своим наименованием, судились там с другими производителями, за чистоту производства судились. Но именно на официальном уровне, именно Шатанев-де-Пап на бумажке, стал первым Апелосьоном Франции, соответственно, первым Апелосьоном мира. Что же такое вино Шатанев-де-Пап? Типичное, неизвестно. 13 сортов винограда разрешены, некоторые делают из 15. Со старых виноградников, где лозы были посажены в Перемешку, там насчитывается 15 сортов винограда, и из них можно сделать купаж. То есть сейчас можно садить только каждый сорт винограда отдельно, высаживать, создавая новые виноградники в рамках Апелосьона, но со старыми виноградниками никто не борется, никто их не вырубает. Если у тебя есть старый виноградник, посаженный в Перемешку, то ты имеешь право с него делать вино. Так вот, некоторые делают даже из 15 сортов винограда, разрешены 13, Гренаж, Сера, Мурведер, Сенсо и так далее. Но кто-то делает только из сорта винограда Гренаж, 100% Гренаж, кто-то делает из всех 13 сортов винограда, кто-то берет такое, что-то нечто среднее, там 60% Гренаж, остальное Сера, Мурведер. И несмотря на то, что все эти сорта винограда мощные, пряные, со своим характером, не теряются, даже если 1% сорта винограда есть в вине, он чувствуется. То есть, каждый сорт винограда из 13 имеет свою такую высокую индивидуальность. Но какой он типичный, невозможно. У одного производителя он такой, у другого такой. Они все будут густоокрашенными, пряными, возможно, там, с танинностью, но не будут мягкими, как вино Нуар из Бургундии. Но, тем не менее, классического, стандартного, что-то неудипапа не бывает. С другой стороны, очень интересно пробовать что-то неудипап от разных производителей и искать, какие они разные, насколько они разные. Потому что, если, например, проводится дегустация 10 вин испанских из темпронилия, то на 10, или 20, или 30 вине ты понимаешь, что они уже все одинаковые, все в голове смешаются. То, что это 100% темпронилия, и они практически между собой ничем не отличаются. Дегустация штаниньев дюпапа от разных производителей гораздо более интересная, ведь вины все разные, скажем так. И штаниньев дюпап также бывает белым. В основном используются сорта винограда Марсан, Русан, Вианье. Хотя белый штаниньев дюпап – это довольно редкая птица. Всего 5% вин этого субрегиона белые. Но, однако, очень достойны внимания. Русан очень интересный, богатый сорт винограда. Он составляет основу белого штаниньев дюпап. Вины получаются очень полнотелыми, тягучими, с богатой фруктовой гаммой, с пряными нотами. Это вино уже нелегкая водичка для вечерних посиделок. Над этим вином можно подумать, раскрывать ароматы, подождать пока, посмотреть, как оно меняется. Очень интересный вариант. Тоже стоит попробовать. Следующий субрегион Южной Роны, который мы разберем, это субрегион Тавель. Это единственный субрегион во Франции, созданный специально для розовых вин. Это достаточно большой апелласьон, там 920 гектар виноградников. Разрешено 9 сортов винограда. И делаются там только розовые вина. В основном это все те же самые сорта. Сера, Сенсо, Клерет. Вина из Тавеля отличаются, например, от вин из Анжу, которых мы разбирали. Я говорила, что вина из Анжу, это розетта Анжу или габернетта Анжу, отличаются своей легкостью, фруктовостью. И часто эти вина бывают полусладкими, я имею в виду вина из Анжу. И они очень легко пьются, они очень фруктовые такие, за что считаются попсовыми, но тоже интересные. Так вот, вина из Тавеля полная противоположность. Они всегда сухие, тельные. Там нет буйства аромата, они не фруктовые, в них нужно разбираться. И они очень сухие, кислотные, очень гастрономичные. И если вы не любите полусладких вин, вы хотите что-то построже, посолиднее, то вины розовые из Тавеля, это вот ваш вариант. Я еще расскажу о двух субрегионах Южной Роны, это Лирак и Жигандас. В Лираке тоже делают розовые вина, они более мягкие и понятные, чем в Тавеле. Если слишком сильный аскетизм тавельских розовых вин вам не интересен, то можно взять розовые из Лирака. Там также делают и красные, и белые вина. Они более простые. И такой же субрегион есть Жигандас. Его сравнивают с Шотанев Дипапом. То есть там примерно такие же вина, только они немножко попроще. Немножко не такие тонинные, сильные, полнотилые. Но тем не менее, очень хорошие, интересные, достойные внимания. Ну вот, пожалуй, и все. На сегодня мы с вами разобрали субрегион Долина Роны. И хоть он находится на юго-востоке Франции, но сами производители Долины Роны не разрешают их называть южными производителями. Так как вина Юга Франции считаются более низкими по качеству, более столовыми, более простыми винами. А вина Долины Роны считаются высшим классом из южных вин. Поэтому обычно ронские производители говорят, что они относятся именно к Долине Роны, а не к Югу Франции. Мы с вами поняли, что есть и северный, и южный регион. В обоих этих субрегионах дует сильный ветер Мистраль. Но, однако, на севере он дует значительно сильнее. Мы с вами поняли, что там огромное количество сортов винограда. Но такие вина пробовать и пить очень интересно. Ведь каждый раз от каждого производителя ты получаешь что-то новое. В качестве домашнего задания я, как обычно, предлагаю вам дойти до хорошего магазина и купить бутылочку. Либо Кот Дю Рона, опять же, из того, что вы любите белое, красное. Возможно, вы захотите попробовать Тавель на сравнительной дегустации с Розе Де Анжу. Посмотреть, какие вина вам розовые нравятся больше. Возможно, вы захотите приобрести Кандрио. Сразу предупреждаю, это не самый дешевый вариант для покупки. Или, возможно, вы захотите провести сравнительную дегустацию Кот Дю Рона, но разного состава. Например, где-то преобладающего Сера, а в какой-то бутылке преобладающего Гренаж. Или вы найдете 100% Сера, например, Кот Дю Рон, или 100% Гренаж Кот Дю Рон. То есть, сравнить один эпилосион, но с разным составом. То есть, разные сорта винограда под одним эпилосионом. Ну вот и все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я желаю вам хорошего вечера. До новых встреч на моем канале. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok